Изрядно подросли усы, я уже стала похожа на мужика, скорее нужно убирать. С хера тут 20. Ни хрена себе вот это ноу-хау. Почему я это делаю? Губы можно порвать. Теперь я между ног. И теперь можно резко дергать. Кто с непривычки может охренеть от боли. Появился ли у меня герпес после эпиляции? Появился. Привет, мои хорошие, с вами Селена. Посмотрите, какую пальму я себе на голове сделала. Со своими коротенькими волосиками. Да-да, я не делала эту прическу, я помню, я ее как-то постоянно делала. А в этот раз что-то решила сделать. Думаю, пусть будет весело. Сегодня у нас видео, наконец-таки, долгожданное. Я буду тестировать с вами восковые полосочки. Еще, кстати, я не купила восковые полосочки, не только для лица. То есть мы будем убирать усики. У меня уже изрядно подросли усы. Я уже стал похож на мужайка, скорее нужно убирать. Шучу-шучу, но ушок есть беленький. И я еще купила вот такие восковые полосочки. Это для ног, 20 полосок. И тоже хочу их испытать, потому что ноги тоже взрослые. Как у мужика невозможно. Сейчас мы, короче, посмотрим все, что здесь есть в комплекте. И начнем тестить. Вообще, я делаю себе эпиляцию восковыми полосочками. Но они специально идут для чувствительной кожи, от вид. И, в принципе, нормально. Идут подмышки, бикини. Там я много раз показывала. У меня два видео есть на канале, как я убираю свои усики. Но сейчас я хочу и убрать, и заодно протестить. Вот это. Здесь идут полосочки, смотрите, вот такие вот. Сейчас покажу. Очень удобно тем, что они маленькие. Но все равно мы будем их немножечко адаптировать под себя. Объясню, почему. Вот такие полосочки. Здесь их. Скокень. Скокень. 20 полосок. Ничего себе. Так не кажется даже, что 20. Раз. Проверю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. С хера тут 20. А-а-а! Типа, короче, мы же вот это вот сейчас разомнем и разделим на две. Получается две как бы их. Понятно, да? Ой, хитрые. И здесь дальше идет крем-гель после депиляции. Замедляющий рост волос. Ни хрена себе вот это ноу-хау. Ну, короче, здесь вот крем какой-то. Когда мои подписчицы узнали, что я буду тестировать вот эту вот коробочку, многие уже брали и тестили. Кто-то мне сказал, что там, короче, болячки какие-то остаются. Потом кто-то говорит, герпес возник. И так далее. Ну, опять же, я должна все проверить на себе. И я не думаю, что это все происходит из-за этих полосок. Потому что здесь состав, в принципе, гели-гели. Он и в Африке гели. Вот можно хоть это, сироп какой-нибудь взять, там, да, намазать. Ну, грубо говоря, да. То есть там ничего особенного такого нету, секретных каких-то ингредиентов в этом воске. Я думаю, что это может получаться именно из-за неправильного использования. Сейчас я вам расскажу, как я буду пользоваться. И надеюсь, что у меня не выскочит ни герпеса, ничего. Потому что от этого, в принципе, никто не застрахован. У меня вообще вот здесь сейчас побаливает что-то. Оно и так может возникнуть. Ну, как бы, а что теперь, с усами ходить, что ли? Нет. Я уже, как говорится, женщина с опытом. Поэтому знала, как подходить к этому делу. И то, не скажу, что прям застрахована, да, от всего. Для начала я припудрю немножечко. Вот, беру. Любой пудрой, короче. У меня вот Make Up For Ever я вообще беру даже не пудрой. Это просто беленькая такая штучка, чтобы немножко обезжирить. Так. Хайлайтер у меня тут. Вверх можно и низ тоже. Чтобы сцепление было более такое хорошее. Дальше. Что я делаю дальше? Я беру полосочку. И отрезаю сразу же кончик. Точнее, ну, короче, я отрезаю вот здесь вот. Прям-прям можно оставить ровно один миллиметр. А можно ничего не оставлять. Прям до самого геля отрезать. Почему я это делаю? Потому что здесь очень важно не поранить себе губы. И мы должны четко видеть, куда мы лепим нашу полосочку. То есть, заходить на губы не нужно. Губы можно порвать. Я однажды себе конкретно так поранила губы, что у меня были ранки. Поэтому теперь я делаю все намного аккуратнее. Итак, что я делаю? Я беру, отрезала, как вы видели, да, по самой не хочу. То есть, по самой хочу. Теперь я между ног... Теперь вы понимаете, сколько всего я вырезаю, да? А между ладоней я растираю. Я же боюсь что-либо говорить. На самом деле я очень устала. Я сегодня целый день снимаю. Я очень устала. У меня прям уже такое, знаете, уже и настроения нет, и сил нет, и все. Но вот это видео надо снять, потому что я уже давно его собирала снимать. А его как раз-таки нужно было снять в конце всех видео. Дэн, не трожь, пожалуйста. Дэн, не бегает, мешает мне конкретно тут. В общем, расчёрли. Расчёрли между ног. Между лук. Лук. Да твою мать! Между ладоней растёрли. Теперь мы открываем. Это ещё то, что я остываю, контролирую. Получается, у нас две полосочки. Одну я пока кладу, а вторую я налепливаю... Вот я даже сейчас не буду видеть, но я налепливаю её ровно по контуру, аккуратненько, не заходя на губу. То есть ровно по контуру. Я это буду делать в зеркало, блин. К себе, сюда. И вам не будет видно. Это будет секретная операция, похоже. Давай, справа начну. Справа начну, покажу вам, как будет. О! Нос! Ага. Можно смело теперь всё так растирать ещё сверху до конца. А тут вот если наверх заходите, хоть вот по самому и вот так. Не страшно. Ну, вокруг глаз область берегите, конечно. А то же под глазами волосы убирать начнёте. Вот так вот. Всё. И теперь можно резко дёргать. Ай, облезла! Чёрт! Да, это всегда больно. Ну, вот я и смотрю, что всё нормальненько у нас тут. Дэн, не дёргай, пожалуйста. Этой же полосочкой сверху можно ещё раз остаточки сыграть. Можно легко по всему лицу пройтись. Ох! Да! Это был, не забываю. Слушайте, ну нормальненько оно так убрало у меня. Конкретненько. Второй сейчас сделаю. Мне будет неудобно вам показывать, поэтому без вас. Ага, по контуру тут. Да, это девочке неприятно. Я человек привыкший, поэтому, в принципе, я эту боль, знаете, как... Но кто с непривычки может охренеть от боли. Не зря я практикую. Ну и всё. И потом, знаете, вот когда второй раз, когда свежий, вы прям вот возле губ не делаете. А когда уже второй раз, можно прям и на губу даже зайти немножко. Она уже не так жёстко дерёт. И, в принципе, вы уже не поранитесь. Вот, в принципе, и всё у нас, да, то есть до конца потом там вокруг, где-то по бокам, вот так я прям смотрю, мелкие усики какие-то там торчат, да. Я вот так прям прикладываю и всё это дело вырываю. То есть, в принципе, убрать верхние волосы мне удалось одной такой полоской, точнее двумя, как они там считают, непонятно. Так, теперь, что у нас дальше? Крем-гель после депиляции. Давайте попробуем. Замедляющий рост волос. Не знаю. Давайте попробуем его аромат. Ну, как-то здесь его много, знаете, для усов. Тут можно, не знаю, два лица намазать полностью. Может быть, оно как бы не на один раз. Вот так вот, знаете. Так, для успешного завершения процедуры депиляции используйте крем-гель, замедляйте, ну, экстракты аптечной ромашки, алоэ, успокаивает кожу, предупреждает возникновение раздражения на коже после процедур. Так, природные масла, грецкий орех, прекрасно смягчает, кокосовое масло восстанавливает. Так, нанести крем-гель на обработанную поверхность кожи, сплошным слоем, дать впитаться. Страшно немного, фикс-прайс. Сейчас думаешь, как пойдёт, у тебя раздражение какое-нибудь. Пахнет приятно, алоэ. Ну, видите, а тут, ну, считай, целый крем. Надо его как-то, может быть... Интересно, а вот во втором сейчас мы ноги будем делать. Мне интересно, во втором есть там что-нибудь такое? Вот ноги я бы сделала. Здесь, чтобы не страшно. Ну, всё. Всё. Вот так вы сделали бы раз и навсегда, да? И было бы вообще нам счастье. А нет. Ну, всё, теперь будете следить за мной, будет ли у меня герпес или нет. Инстаграм мой здесь, как бы в Инстаграм вы всё увидите. Теперь давайте мы с вами протестим вот эти полосочки. Это полосочки для ног. Экстракт мяты, витамины Е. Крем-гель после депиляции. Гладкая кожа до 4-х недель. Замедляют рост волос на основе натурального воска. Давайте посмотрим, что входит в комплект. Тут уже идут вот такие огромные. Огромные. И точно так же... А, это одна, короче, тема. Вот такой же крем. Я его не буду раскрывать. Я использую тот, который у нас остался. Тот, который. Вот. Ну и чё? Я не знаю. Все, наверное, буду использовать. Я помню, что вид там я делаю. Мне даже не хватает, честно говоря, полосок, которые там. Сейчас я перебазирую с вами, чтобы поудобнее вам было меня смотреть. Короче, точно так же между рук мы вот так с вами берем. Вот мои волосатые ноги. Кто не видел? Вот здесь у меня легкий пушок. Я всегда вот здесь убираю сверху волосы. Внизу у меня лазерная эпиляция всегда была. У меня волосы здесь практически не растут. Я бритвочкой чуть-чуть смахиваю. И то делаю это очень редко, потому что даже то, что растет, это не видно. То есть вот я хожу, и никто вот так вот не видит, как бы. Просто когда в ванну захожу, и есть время и желание, то я, конечно, могу пройтись бритвочкой. А не выдираю там волосы именно потому, чтобы вот луковицы там, короче, новые не были. То есть в тех старых луковицах, в тех луковицах, в которых уже плохо растет волос, пусть она и остается, и пусть из нее так же плохо растет все. Что ты там взял? Что ты ешь? И так, рост волос у нас вот такой. Против роста волос. Да! Да, Дитка! Да! Уже в второй раз, кстати, не очень хорошо берется. Так, ну вот на этом месте, где я сделала вот так первый заходик, все убралось. В принципе, нормально убирается. Ну, я так понимаю, что этих полосок на один раз всех. Чтоб нормально убрать только верхнюю, блин, часть. Все, вот они как бы все уже не готовы, а я убрала, видите, только здесь и здесь вот. Поэтому мне нужно будет много полосок, чтобы как следует все убрать. В общем, нормально они работают, но их нужно много. Да, я смотрю, что гладенько все. Сейчас, короче, я пока все ноги сделаю, вам вернусь. Вообще, я не очень люблю делать ноги восковыми полосками, потому что реально, ну вот, я уже израсходовала 4 полоски, да, а убралось, ну, совсем немного, то есть их на один раз. В отличие, например, от воска, которым я пользуюсь. У меня есть нагреватели, я покупаю восковые картриджи там разные, есть с медом, сахарная, там еще что-то, с разными алоэ, шоколадом. Вот, и все, и то есть он у меня нагрелся, я им провожу, и вот такая одна полоска, которая есть у меня, она как бы не вот никак здесь один раз сделала, и все, вот второй раз он уже вообще беспонтовый. То есть этой полоской можно пройтись и убрать нормальную область, вот. Тем более, ну, как бы, я думаю, что это намного бюджетнее выходит. Я к себе в магазин, в свой шоу-рум, кстати, и закупила много таких картриджей, и много нагревателей, так что у меня по супер низким ценам все это можно купить, потому что девчонки мне даже и говорили, что у вас такие цены, типа, в три раза дешевле, чем в других магазинах. Вот, то есть можно отдельно нагреватель купить, если вы знаете, где картриджи брать, можно весь набор сразу купить с полосками, со всем полосок там много, их хватает надолго. Картриджи хватает, ну, на пару раз, но картриджи, они и недорогие. Вот. Короче, сейчас я сделаю и вернусь, намажу вместе с вами потом, и окончательное мнение скажу. Короче, крошки мои, я уже вспотела вся, я задолбалась. Вот она гора этих, блин, штук. Это так бесячо вообще, я поняла, что вот самое лучшее это нагреватель и картридж, потому что там вот это не надо, то есть каждый раз ты использовала эти две штуки, и каждый раз ты вот это берешь и... Да бесит это реально. Там, блин, сделала, раз, выкинула, раз опять нанесла, сделала, выкинула. И конкретно можешь много раз проходить там, где тебе не нравится. Здесь ты один раз, вот, знаете, бывает, что ты сделала, налепила, например, и не угадала рост волос, и отрывала ее не против, не против роста волос, а по росту волос. То есть, короче, волосы все остались на месте, все, она уже негодная, понимаете? Ну что это за бред? Короче, вот у меня остались три штуки тут, я не знаю, для чего, пусть, короче. Это, знаете, вот ими удобно реально, если локально что-то вот, допустим, есть у вас на каком-то участке, ну даже, мне кажется, вот подмышки можно было бы, да? Вот одной такой штукой, все, одна полоска сюда, одна сюда. Вот такие локальные можно, а когда большая зона, например, вот ноги, бедро, это просто вообще, просто бесит на самом деле. Сейчас я возьму с вами вот этот кремушек, нанесу, я как понимаю, что он как гель, и он убирает сразу остатки, если какие-то есть тут воска, потому что мы же после эпиляции всегда маслицем все это смазываем, да, чтобы мы там не ликли ничего. И вот он весь такой на маслах, как раз таки пахнет, мне нравится, он очень вкусно. Прям зеленью какой-то, свежестью, зеленью. Да и не подходи, а то у тебя волосы не будут расти. Вымажешь сейчас маму, волосы расти не будут. Короче, я в итоге не доделала, у меня все кусками тут, потому что очень это неудобно, непонятно. Ну там, где выдралась, может волосы будут медленнее растить. Все, вот такие красные ножки у меня сейчас. И ничего не липнет, это хорошо. Ну все, мои хорошие, рада была с вами потестировать все это дело. Полоски для лица я однозначно буду брать, они мне понравились, они маленькие, удобненькие, стоят немного, ну классно. А вот эти вот полоски, что это не касается только этой фирмы, это касается вообще всех фирм, наверное, потому что вид полоски я тоже брала. И та же самая фигня, очень неудобно с большими плащами работать. Здесь как бы такой нужен мощный, мощный процесс. А не вот эти вот игрушечки. Это для маленьких зонкой. Все, мои хорошие, надеюсь, вам понравилось мое видео и было полезным, что очень важно. Я теперь вся такая лысая, чего и желаю вам. С вами прощаюсь до следующего видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди, как всегда, много интересного. Пока-пока. Рука, рука у меня в креме. Ну ничего страшного. В общем, крошки мои. По поводу герпеса. У меня вскочила голячка. Но я могу сказать, что это точно не от того, что я купила это в фикс прайсе. У меня в прошлый раз, я вам тоже говорила, что я удалила все это, удалила усики. Вид у меня был мой. И точно так же появилась простуда, появился герпес. Большой прям вообще такой. Ну вы помните, я как раз была в поездке. Так что от фирмы это не зависит. Я думаю, что может быть сама эпиляция провоцирует как-то этот герпес. Но перед тем, как делать, я вам говорила, что у меня вот здесь вот кажется, да, чувствительная какая-то зона была уже. И мне уже казалось, что возможно простуда здесь может возникнуть. Получается, что как только я проэпилировала верхнюю губу, сразу на следующий день вот раз у меня и болячка. Но она небольшая, я сейчас ее мажу. Я понимаю, что нужно пить таблетки, кучу всего мне советовали девчонки. Но я ничего этого не делаю. Переливаний всякие я тоже делать не буду. Для меня это слишком геморройно и не настолько сильно меня беспокоит. Это, в общем, заживет. Вот. Так что такие дела. Продолжение следует...